доброе утро сегодня у нас последний последний эфир из балатона озера балатон венгрия все уезжаем и отсюда слава богу слава богу как в песок мы в конце песка говорим в будущем году бы ирушала вот я надеюсь что уже не будущем году уже сегодня ночью божьей помощью и мы вернемся в иерусалим святой город и уже следующие будут трансляции будут из иерусалима с хорошим интернетом хорошем месте все будет с божьей помощью хорошо так и надеюсь и все у нас осталось только включить facebook который почему-то традиционно уже здесь не включается традиционно не включающийся фейсбук сейчас ладно еще раз попробую терпение терпение это качество которое необходимо для того чтобы в жизни вообще что-то доводить до конца потому что нет терпения все первая вторая попытка бросает люди я обычно делаю как учит нас тора пока не получится то есть действия есть такая известная фраза в трактате медила фраза это звучит так что и готова мацата таамин это одна из фраз главных которые рэб любави частей говорил что нужно с детства внушать детям да обучать детей чтобы они знали что все в этом мире и готова мацата таамин если ты трудился и верить и завод обратите внимание как идет трудился и нашел то есть с одной стороны если можно было бы сказать трудился и и заработал трудился и получил нет все равно работает не так работает ты трудишься а потом ты находишь потому что все что тебе приходят подарок всевышнего теперь если не трудился то есть ты выбираешь не трудиться то тогда что выбираешь не трудиться значит тебе не надо то есть нужно доказать своими действиями доказать своим трудом что тебе надо трудом молитвами и потом о получить подарок от всевышнего или же то что мы учили методика методика которую мы изучаем последние уже с октября месяца 7 месяцев да представляете 7 месяцев мы изучаем методику которая говорит что можно по другому можно идти по системе как помните рассказывал про лучника который стрелял а потом рисовал мишень вокруг вокруг стрелы и всегда получалось что он попадал в десятку то есть у него не было промахов куда стрела попадала там и десятка то есть рисовал мишей этот метод благодарности он позволяет по-другому относиться он говорит так смотришь все что происходит воля всевышнего а значит я благодарю всевышнего спасибо это десятка там человек сломал ногу например не дай бог я беру крайнюю степень он один человек будет все я сломал ногу почему мне не везет и невезучий что за жизнь злиться второй такой экстремально позитивный и благодарный человек он говорит всевышний спасибо тебе значит что я сломал ногу отдохну час недельку значит по-другому посмотрю на жизнь пойму я значит что-то важно сейчас и в эту неделю может быть я встречусь с другими правильными людьми какими-то которые без поломанной ноги я бы не не встретил а может быть не знаю что но спасибо тебе всевышний за то что ты много сломал я даже мечтать об этом не мог а ты мне дал вот эту сломанную ногу значит ты лучше меня знаешь что для меня лучше и это такой крайний совершенно крайний способ который мы изучали последние 7 месяцев и который в принципе приводит к результатам я думаю что многие кто уже долгое время смотрят мои уроки за последние 7 месяцев действительно ощутили силу этого подхода всевышний делает тогда начинает чудеса то есть если ты настолько близко и настолько с доверием к нему относишься то он для тебя начинает совершенно по-другому с тобой взаимодействовать намного легче пропускать все события которые тебе не подходят или не нравится намного легче намного легче справляться с внешними какими-то негативными сигналами которыми заполнено информационное пространство которое просто ну как бы ну вообще вот просто негатив негатив на негативе и лжой обманом погоняет то есть все вот эти вот сми заполнены вообще каким-то негативом и обманом теперь в итоге в итоге если мы посмотрим сейчас что в мире происходит да вот смотрите эмоциональная ситуация с двадцатого года с двадцатого года она вот почему-то идет мне кажется знаете как работает вот я только сейчас мне пришла такая идея что началось все с коронавируса из-за того что в коронавирус очень много людей начали думать что будет плохо в этот момент то есть они думали в начале был страх что будет там вообще ужас ну то есть все были в ужасе да потом действительно коронавирус принес много много таких вот смертей умерли люди которые ну вообще вот меня знакомых очень много умерло очень много достаточное количество да вот но сама психология людей с коронавируса изменилась начали ждать какую-то подставу начали ждать какую-то подставу если до этого ждали что будет все лучше лучше и лучше вот я помню были очень позитивные ожидания у меня лично у мира как то что все будет только лучше 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 после этого если спросить большинство людей спросить ну как как там дела то большинство людей думает что будет хуже и психологическое состояние людей ухудшилось и как следствие если каждого и мы возьмем элемент в отдельности каждый человек в отдельности он как микро такая такая божественная станция которая которая все время шлет сигнал знаете мы все посылаем ангелов ангелов в небо ангелы которые поднимаются по по лестнице да как яков видел сон ангелы которые поднимаются вот мы каждый из нас посылает этих ангелов которые поднимаются а потом ангелы опускаются это Это события, которые приходят на мир. И мы видим, что с 2020 года как-то люди посылают большинство людей, ангелов, постоянно страх, будет плохо, куда бежать, ну, в таком ужасе. И события ужесточаются, ужесточаются, ужесточаются. Хотя, если посмотреть глобально, ну, вроде как все не так плохо. Есть основания думать, что все будет хорошо. Поэтому давайте сейчас соберемся и начнем думать, что все будет хорошо. Хорошо. У меня здесь нет книг удобных, вообще всего удобного нету. Поехали разрушают действительно привычный уклад жизни человека. И поэтому у нас здесь все как-то очень спонтанно, и такие уроки происходят. Я хочу вам рассказать главные вещи, которые я отсюда увожу с собой в плане Торы, в плане то, что я здесь выучил. И такие три главные вещи. Итог. Подвести, который вот этот Песох, он должен был вывести на свободу. Песох – это праздник, когда, он так и называется, «Зман Херутейну», «Время нашей свободы». Освобождение от каких-то рамок, рабства, сжатий и так далее. Первое, что я для себя вот прямо в этот раз получил, да, могу сказать, это для меня огромная, огромная для меня важная вещь была. Я выступал здесь, проводил разные уроки, Торы, лекции, выступал перед людьми. Было где-то 300 человек, беженцы с Украины, которые вот из-за войны вынуждены были покинуть. И живу сейчас по всей Европе. Вот все съехались сюда, в эту базу, Венгрия. И я рассказывал, что вот Песох – это время свободы, освобождения, выхода из рабства, от ограничения, от привычных схем мышления, шаблонов и так далее. Дальше. Дальше мы приближаемся к празднику, который называется «Шаво», «Дарование Торы». «Матан Торатейну» – это подарок, да, получаем мы Тору. И потом, когда ты получил Тору, и ты живешь по Торе, у тебя есть, каждое твое действие регламентировано волей Всевышнего. И ты, когда действуешь, именно зная, что это воля Всевышнего, и каждое твое действие во имя Небес, во имя Всевышнего, ты все время помнишь о том, что это надо сделать, это не надо, то ты все время со Всевышним на связи. И потом, и после дарования Торы, мы приходим к какому празднику? Это пик. Мы, как раз у нас будет год, как мы изучаем, изучаем благодарность, радость. Это будет Суккот, который так и называется «Время нашей радости». И, значит, дальше последний день, это последний день будет, это Симхат Тура и радость Торы, чтобы было полное выздоровление Лидии Пивовар-Бабич, и все, кто нуждается в выздоровлении, в выздоровлении, в силах для выздоровления, выздоровления, чтобы Всевышний дал полное исцеление. Рефаат Анефеш – исцеление души, в Рефаат Агуф – исцеление тела. И, значит, всем слушателям наших уроков и близким, чтобы было полное выздоровление. Хорошо. Теперь, значит, рассказал я это, да? Красивая, понятная схема. Вначале ты освобождаешься от старого, от старых привязанностей. Но куда ты можешь уйти? Ты не можешь никуда уйти. Мозг работает, тело работает, желание работает, намерение работает. То есть человек, он должен куда-то стремиться и что-то делать. Что-то делать, и все время мысль работает. Чтобы эта система начала работать и поднимать тебя на близость со Всевышним, то ее нужно загрузить материалом. Материал – это изучение Торы, выполнение заповедей, исправление своих качеств характера. И это как раз то, что называется Тора, да? В этот момент ты заполняешь свою вот эту вот операционную систему, свой компьютер самым высоким чистым материалом, который только есть в этом мире. И через это ты поднимаешься на уровень бесконечной радости от близости со Всевышним, когда тебя ничего не волнует, ничего не пугает, а ты только кайфуешь, радуешься, благодаришь. Это как раз сукот в шалашах. Так, сидим и, значит, радуемся и читаем книгу Коэлит, Экклезиас. Как раз в этом году к сукоту выпустят книгу. Я вчера сдал ее полностью уже в издательство. Они сейчас должны сделать ее... Уже редактура закончена, уже осталось только сделать верстку. И к сукоту будет книга. Кстати, кто хочет участвовать в ее издании, чтобы в ее издании, распространении, напишите, пожалуйста. Мы будем как раз сейчас составлять список. Можно написать, что книга посвящена таким-то людям, поднятию их души. Эту книгу, я думаю, мы очень много будем двухтомник уже продавать. Мишли, Причи Царя Соломона и Коэлит. Так что можем быть партнерами. Напишите Якову Шатадину. Дамир как раз... С Дамиром я лично свяжусь. Вот мы с ним, с Дамиром пообщаемся. Это будет очень сильное издание. Двухтомник такой, да. И мы сейчас сделали сразу, вот обратите внимание, в Мишлей, в уроках, в притчах, уже снизу появилось видео. И можно каждый, раньше было только каждый отрывок, можно было почитать с комментарием. А сейчас можно даже посмотреть этот урок, который был. Но я сегодня посмотрел, это только появилось вот вчера-сегодня. Спасибо Грише нашему Цибульскому, который всем этим занимается. Грише, что было у тебя благословение. Молодец большой. То есть теперь у нас в Телеграм-боте, где Тора Трон называется. Это полностью его как производство. Там появилась притча, кто хочет изучать. И он теперь может не просто читать все отрывки с комментариями, там любую главу, а еще и смотреть. Но это старая запись. А будет сейчас, я хочу сделать 915 отрывочков Мишлей. Я хочу сделать каждый отрывок красиво, в рубашечке, в студии, снять. Будет просто, с Божьей помощью, перфект. Хорошо. Значит, Мишлей мы будем читать в Суккот, радоваться. И все. Это первое, что я понял. И вот я это рассказываю. Я вам уже это рассказывал. Подходит ко мне один дедушка. Такой дедушка в Картузите такой, он из Днепропетровска. Хасид такой, старый Хасид. Он говорит, а вы знаете, говорит, что есть такое выражение в Торе, что хорошо, когда человек и говорит, и делает. Говорит, вот что вы на себя возьмете, какую вы на себя возьмете какую-то дополнительную такую заповедь, чтобы усилиться в Торе. Я говорю, ну я понимаю, что дедушка не зря ко мне подошел. Я говорю, я буду каждый день изучать теперь Шелхана Рух, именно Аллахот, законы, как действует. Там есть заповеди, а есть законы. Аллахот, как действует. Я говорю, все, я начинаю изучать опять Шелхана Рух, Мишна Брура. То есть это именно там четкие-четкие законы. Прям прописана каждая регламентированная инструкция, инструкция, причем с такими нюансами. Есть там тысячу лет назад Рамбам, он написал Мишна Тора. Все заповеди из Торы, все Аллахот из Торы. Из Талмуда он выписал, и получилась такая Мишна Тора. Повторение всей Торы, только в виде уже конкретных законов. Теперь. Дальше, пятьсот лет назад Рамбьосев Корон написал Шелхана Рух. Есть к нему Рамо дополнение. Рамо Шейсер написал к нему дополнение, как евреи из Европы, где отличаются. И последнее, это было около ста лет назад, он умер. Хафец Хаем, это был, он жил в городе Радин. Он написал Мишна Брура разъяснение, разъяснение. В общем, я начинаю все это изучать. Я ему пообещал, что я буду блинедер без обеда, но каждый день изучать по одной хотя бы Аллахе, минимум из Шелхана Руха. Я не сказал откуда, по одной Аллахе, потому что иногда Рамбам я буду изучать, иногда Шелхана Руха, иногда с объяснением Мишна Брура. То есть, буду сейчас именно изучать Аллахот, блинедер, я ему пообещал. И вот я открываю Шелхана Рух. И, как вы думаете, это мое второе открытие, значит, второе открытие за этот Песах, с которым я уеду. С чего начинается Шелхана Рух? Вот сборник законов. С этого начинается Шелхана Рух. То есть, все начинается с того, это для меня был такой урок, или ты можешь, Лейн Габер, победить свою вот эту вот животную натуру, которая хочет спать. Мишна Брура объясняет, зимой ты просыпаешься, ой, холодно, не хочу вставать, еще темно. Летом ты просыпаешься, ой, я не выспался, хочу полежать и так далее. Вот с этого момента начинается. Он говорит, если ты можешь проснуться, и твоя первая мысль, для чего ты просыпаешься, что ты вообще в этом мире делаешь? Если ты усиливаешься, как лев, именно лев такой мощный, усиливаешься, как лев, да, встать, боботер, для чего встать утром? Для того, чтобы служить Творцу Мироздания, то, значит, все, это правильный настрой на день. Теперь Мишна Брура в этот момент объясняет, что если бы тебе надо было встать за деньгами куда-то поехать, или какой-то там заработок, ты бы встал бы? Конечно, бы встал. Так встань служить Всевышнему. Чего ты лежишь? Вот это вот, когда тело сильнее тебя, то ты, значит, ну и будешь лежать дальше. Теперь, что дальше интересное? Это Аллаха меня очень включила. Следующая там есть Аллаха, именно первые законы. Это у меня вторая уже часть. Смотрите, первая часть, это сама схема работы. Первая – освободиться. Второе – получить Тору, получить правильную инструкцию, как действовать, чтобы действовать абсолютно правильно. Четвертая приходит, о, третья – приходит радость. Это первая схема, да? Свобода, Тора, радость. Свобода, Тора, радость. Освободиться от вчера, получить инструкцию, план, и, выполняя этот план Всевышнего, получить полную радость, потому что именно, когда ты, написано, что… Сейчас. Написано, как «Яшарим им даркаяшем» – «Прямые пути Бога» – «Мисамхелем» – «Они дают радость сердце». Да, есть такой вот отрывок тоже в Торе. То есть, действительно, когда ты точно знаешь, что делать, тебе радостно. Второе – утром. Все начинается с утра, как есть на эту тему много книг. Пять утра, шесть утра, магия утра, там, и так далее. Но, по факту, по факту, Шелхонор, действительно, что если ты утром можешь встать с вот этой правильной мыслью, что ты встаешь для того, чтобы служить Творцу Мироздания, и через это соединяться с ним, это твой выбор, и это некоторое – служить. Ну, по-любому мы кому-то служим. Человек служит Моди, служит там еще кому-то. А так ты служишь Творцу Мироздания. И в этот момент ты с ним соединяешься, и что? И поднимаешься на свой высочайший уровень своего развития. Это был мой второй урок. Третий урок. Третий урок, он был такой. Значит, одна из там следующих аллахот-законов такой, что лучше немного тахануним быкована с намерением, лучше немного тахануним – это молитв, да, с намерением, чем много без намерения. Это Шелхана Рух. Значит, объясняет Хафицхаем. Он говорит, смотри, вот, например, есть молитва, Сидур. Там есть много чего читать, там прям, ну, очень много чего есть читать. Но если ты это читаешь, не вникая, то он говорит, нету в этом смысла. Нету в этом смысла, нету в этом цели. Всевышний оценивает, оценивает, так там написано, да, по намерению. То есть, если ты можешь чуть-чуть, если ты можешь чуть-чуть вот так вот прямо прочитать один отрывок, там, Шма-Исраэль, но с намерением, да, чтобы ты сто процентов включаешься в каждое слово, это лучше, чем прочитать, там, час без намерения, летая мыслями где-то как-то и так далее. Так прям он пишет и объясняет. Это для меня было большим очень уроком. Гнаться за количеством или за качеством? Идти вширь или вглубь? Да, говорит нам Шелхонору в самом начале вглубь. То есть, идти со Всевышним нужно соединяться именно с намерением соединиться. И как раз сегодня вторая глава Мишлея. Я стараюсь успевать прочитывать каждый день по одной главе. Для этого как раз есть бесплатный абсолютно Телеграм-бот. То есть, если вы заходите в... У нас есть сейчас, мы сделали новую систему такую, что есть онлайн-школа «Жизнь по Толе». Он все бесплатно. У нас абсолютно все бесплатно, потому что есть друзья в Аэкра, которые помогают 18 долларов в месяц, и они получают этот СДК, их участие во всем бесплатном вот этом вот... То, что мы делаем во всех уроках, у них есть тоже доля во всем этом. Партнер в Аэкра это тот, кто помогает 50 долларов в месяц, и у него есть больше возможностей чуть-чуть, потому что он партнер в Аэкра, он в этой платформе является партнером. И 100 долларов это спонсор в Аэкра, у него еще больше возможностей. И все это есть у нас в Телеграме такой бот. Например, спонсоры в Аэкра могут попросить, чтобы кто-то прямо пошел за них, помолился возле котеля. Прямо там кнопка, есть имена для молитвы, и возле стены плача за них молятся. То есть, если у нас разные, мы стараемся помочь людям со всего мира с помощью Торы соединяться со Всевышним. Дальше. Значит, и там же есть Мишлей. Вот мы все время дорабатываем. То есть, наша суть платформовой Аэкра, это с помощью онлайн-инструментов самого высокого уровня доносить знания о БОДе до максимального количества людей в удобной форме. Но именно мы стараемся это все делать онлайн и очень, ну, самыми продвинутыми методами. Теперь вернусь к тому, о чем я говорил. Значит, лучше немного с кованой, чем много без кованы. И вот сегодняшний отрывок, сегодняшний отрывок как раз из вторая глава, вторая глава притчи царя Солмона. Вы можете в телеграм-канале посмотреть, а как раз этот отрывок сюда из бота, где мы изучаем Мишли, переподелился. И внизу есть видео урок. Это вот сейчас появилось. Внизу есть кнопочка, кто спрашивал, заказать книгу. Заказать книгу. То есть, там есть кнопка, это ведет на лист, в котором есть магазины, в которых эта книга есть, в разных странах. Мы сами ее не продаем. Ее продают магазины, рассылают. Посмотрите там внизу, где есть табличка «Заказать». Если вы ведете свои данные, то мы постараемся вам перезвонить и вам помочь приобрести самым удобным для вас способом книгу. Можно заказать много книг, например, прямо с фабрикей, и вы можете у себя в городе стать человеком, который является представителем царя Соломона и распространяет его знания, значит, книгу, притча. Сегодняшний отрывок. Говорит царь Соломон так. Если ты будешь искать, как серебро, то есть, если ты будешь искать Тора, Тора – это знание о Боге, если ты будешь искать, как серебро люди ищут, и как сокровище ты будешь ее разыскивать, как клад люди ищут, это четвертый отрывок, тогда пятый отрывок, тогда ты постигнешь трепет перед Богом, и познание всесильного ты найдешь. Значит, что имеется в виду? Все в жизни человека определяется его намерением и способами реализации этого намерения. То есть, есть вилл – это как желание, да, вот виш, вилл – это на английском W, да, если мы возьмем. То есть, есть у каждого из нас намерение, желание куда-то двигаться. Теперь, есть у нас way – путь, на английском это, да, как двигаться, что надо делать. И вот от двух этих параметров зависит количество результатов в жизни человека. Теперь, говорит нам царь Соломон, если ты будешь хотеть Тору постигнуть, как люди хотят серебро и золото, большую часть времени весь мир гоняется за деньгами без остановки, где как, где купить, где сэкономить, где заработать и так далее. То есть, если у тебя будет такое же намерение постигнуть божественную мудрость, в пятом отрывке он говорит, тогда ты постигнешь, первое, трепет перед Богом, ты постигнешь, что все в этом мире от Бога, управляет только Бог, успех только от Бога, вся жизнь только от Бога. Ведаат илутим тимца, и познание всесильного ты найдешь. И тогда ты найдешь в Торе как раз законы, как надо действовать с людьми, как надо жениться, как надо жить, как надо учиться, как надо то, как надо это. И у тебя появится, ты все рассеянные свои желания меняешь на одно желание, соединиться с Богом и постигнуть Его волю. А когда ты, это желание твое, такое же сильное, как люди хотят денег, и как люди хотят там сокровищ, в этот момент Всевышний тебя откроет, как, и ты получишь, как царь Самон получил, он хотел только мудрость от Бога, а вместе с мудростью он получил все. Также каждый из нас с Божьей помощью, если мы будем сильно от всего сердца стремиться постигнуть волю Всевышнего, то тогда мы постигнем и волю Всевышнего, то есть мы с Ним соединимся, и узнаем, как ее реализовать в виде закона, волохот, правил и так далее. Что дает человеку жизнь абсолютно лучшая, что может только быть, самая мощная, самая правильная, кто-то из тех, кто сейчас присоединился к онлайн-школледжу из Патори, там у нас есть анкета, какое ваше отношение к Торе, к еврейскому народу, кто-то есть евреи по закону, по Аллахе, кто-то евреи не по Аллахе, у кого есть родственники по папиной линии, кто-то учит Тору, чтобы пройти Ди-Юр, кто-то учит Тору, просто ему интересно, кто-то вообще у нас есть там в анкете представители других религий, которым интересно, как служат Богу евреи. И кто-то, я спросил, кто хотел пройти Ди-Юр, человек, который не имеет отношения к евреям, но хочет стать евреем. Я его спросил, а зачем вам это надо? Он говорит, вы знаете, я вот всю жизнь я изучал, бизнес, жизнь и так далее, и я, значит, в итоге пришел к каким-то выводам. Он такой обеспеченный человек, бизнесмен. Я пришел к выводам, что самый народ, который обладает знанием, как в этом мире жить, выживать, в любых условиях, в любых странах, в любых местах, и двигаться вперед, развиваться, это еврейский народ. Я подумал, что какое мне программное обеспечение, как бы, отношение к жизни, я хочу передать своим детям. Он решил, я выбираю мировоззрение еврейского народа, хочу присоединиться к народу Израиля. Это было вот такое вот его объяснение, зачем ему изучать Тору. Все, друзья, удачи, успехов всем, чтобы мы сильно хотели постигнуть волю Всевышнего и чтобы Всевышний нам открыл, что он от нас по-настоящему хочет. Все, хорошего дня, с Божьей помощью, завтра уже будет урок из Иерусалима и до встречи. Ой, все, пока. Счастливо. Иерусалима Иерусалима Иерусалима